Пожалуйста, пригревайте меня, если походят к вопросу. Начнем с показа на столкновения диагноза, как оно вывелит в трафток в ходе культурно-реативистской квадратной глядой динамики. То есть эффект такой же, как будто щепленной спичкой, а потом родилось очень много вторичных частиц, где они разлетаются. Вот момент этого столкновения. Возникает некая диагональная система, в которой периферические области почти не возбуждаются, а внутри возникает каждая диагоническая частица, которая затем испытается устойчиво. Примерно так же выглядит столкновение нашей галактики, по крайней мере, лицо. Это столкновение галактик, примерно такое же столкновение, которое произойдет с нашей галактикой, где-нибудь через 3 миллиарда лет, когда она столкнется с ней. С чего-то надо начать? Давайте начнем с самого начала. Ну, скажем, такое магическое слово, скажем, метавселенная. Что это такое? Ну, одна из моделей такова, что это некое метастабильное состояние нашего вакуума, в котором некоторое гипотетическое поле V имеет два мика. Вот это уравнение, это простейшее уравнение на два этих поля. И наша метавселенная находится вот в этом метастабильном состоянии. Ситуация тогда похожа очень на то, что преустрой при обычном фазер-переходе в жидкий связь. То есть тоже, по-прежнему, по первому уровню, имеется, скажем, перегретая жидкость и приохлажденный газ до стабильного состояния. И из них система может привести к более стабильности. Каким образом? А именно, она рождает пузырьки фуртуациями в новой фазке, более энергетически выдавленной. Эти пузырьки имеют объемную выигрышную энергию и поверхность планетра выигрышной. Если эти пузырьки рождаются маленького размера, то они склопуются, а большого размера растут в новую фазу. И вот так можно считать и продевать наши усилия. А где-то в другом месте происходят другие фруктурации и могут родиться другие усилия. Итак, свершилось и можно описывать теперь состояние вот этой вселенной. Где начинается ядерная физика? В первые микросекунды. Микросекунды образуются, поскольку энергии очень большие, выигрыш в энергии огромный. Температура возникает больше критической температуры для деконфаймента. И возникает параллённая плазма. Затем он расширяется. Аналогично тому, как мы видели, условия постапновения тяжелых ионов. И где-то через три минуты возникают эти кванки. Расстояние между ними становится больше. Порядка радиуса конфаймента. Квадки не вылетают. И объединяются в протоны и нейтроны, которые выкладываются затем в верхние квадры. Затем происходит формирование атомов на масштабе времени 300 тысяч лет. И с этого момента длина свободного пробега фотона становится больше характерного размера. И фотон отчитывается от вещества. И сейчас мы видим отголосок вот этого эффекта в реликтовом излучении с температурой 2,7 г. Затем на масштабе миллиарда лет формируются звёзды и галактики. И так мы доходим до нашего возраста 13-70-х. И вселенная продолжает расширяться дальше. Нам нужно как-то связать размеры и времена. И для этого нам нужно какое-то разномерное движение. Ну вот таким вот космическим уровнем можно считать свет, который осуществляет связь между расстоянием и, соответственно, временами. И времена, расстояние порядка 10-17 уже сантиметров рассчитывается на большом огромном калайтере. А времена, характеризующие нашу, размер, который характеризует нашу Вселенную 10-23 степени планеты. Это наши выпускники на отдыхе. Я имею в виду тех, которые ведут свет. Итак, Вселенная возникла 13-75 миллиардов лет назад и расширяется, как показал космический аппарат, запущенный в 2001 году, расширяется ускоренно. Такими свечками, по которым можно следить за тем, что Вселенная расширяется ускоренно, были сверхморвы, так называемый тип 1А. И поскольку по отношению к тому, как они должны были светить, они светили со увеличением устояния до них более слабо, можно было заключить, что Вселенная расширяется ускоренно. С чего же радио она вот так вот может расширяться? Но если та картинка, которую я вначале показал, годится, то у вакуума имеется энергия и давление. И вот случай, который соответствует расширению ускоренному, соответствует тому, что это давление на центре. Первый, вот за это давление вакуума отвечает так называемое космологическое постоянное поравнение Эйнштейна. И когда Эйнштейн писал эти уравнения, он имел в виду, что наша Вселенная статическая. Для этого ему потребовалось вести это космологическое постоянное. Затем Хридман показал, что в действии решениях управления и без космологическое постоянное, которое соответствует расширению Вселенной. И Эйнштейн признал это как ошибку и считал это главной ошибкой своей жизни. Но вот через много лет оказалось, что тем не менее, вот эта ошибка была пророчеством. Далее, мы ведь сейчас, в настоящее время, можем сказать, что на обычную бульонную материю приходится всего лишь 4,6 массы нашей Вселенной. До недавнего времени это было бы кощунством так сказать, а вдруг мы думали, что мы уже почти все знаем. Значит, здесь что-то другое. Есть 22,7% противовосоставляет темная материя и 72,8% темная материя. В настоящее время запущен еще один аппарат космический, и данные появятся, как обещают, в начале 19-го года. Мы непосредственно к ядерной физике. Можно ее разделить на физику адронов, физику ядерной структуры и динамику, теоретическую астрофизику, физику фазовых состояний ядерного вещества, столкновению ядера и описание компактного цвета. Находятся на стыке разных дисциплин, поэтому, как говорится, для теоретиков, это такое хорошее болото, в которое можно купаться. Но болото, поскольку сильное взаимодействие, константы взаимодействия порядка единиц и хороших элегантных, точных методов исследований нет, это интуитивные и рабочие методы, которые сходят в основном из интуитивной картины. Заимствованы из многих областей, других областей физики, и также дополняющие эти другие области, в частности, физику и сельных средств. Физика элементарной структуры и квантовой теории поля нужна, астрофизика уже в последнее время дают много данных для диагноза и космологии. Ну, начнем с так называемой стандартной модели, которая объединяет электрослабую теорию и теорию сильного взаимодействия. В этой модели вводится 6 кварков, легкие кладки У и Т, которые описывают нейтрон в катон, обычные, легкие с массой меньше 10 мм. Затем более тяжелые, странные кладки, несущие кладки вещества странность, с массой порядка 150 мм. И более тяжелые кладки, очарованные топ-ривотом, которые не столь важны для ягодной физики, но на его число он уже появляется и на реке восстановителях, и в этом смысле уже незначны. И соответствующие электроны. Электрон, Мион, Тау, электрон и соответствующий Мион. И склеивают вот эту красивую картину глеоны, отвечающие за сильное взаимодействие между кладками, фотоны, отвечающие за электропрагентное взаимодействие, дублевые Z-бозоны, отвечающие за слабое взаимодействие, и вся эта красота возможна благодаря тому, что введена одна терапевтическая новая частица, неоткрытый чистовский бозон, в поиске которого делится новая часть, и я потом не думаю проще скажу. Но уже сейчас видно, что недостаточно этой стандартной модели, она не описывает темную энергетику и темную материю, не описывает разницу в выходе токов, на риковских энергиях, и не описывает внутренней осцилляции, которая уже известна. И поэтому идет интенсивный поиск дублевого бозона и новой физики с рамками стандартной модели. Собственно, теория сильного взаимодействия. Квантовая хромодинамика. Строится аналогично электродинамике, как будто бы фотон в электродинамике является заряженным. Но заряженным не в смысле электрического заряда, а в каком-то другом смысле, в смысле нового квантового числа, цветного заряда. Но заряженные объекты друг с другом взаимодействуют. Значит, этот фотон взаимодействует сам с собой, с разными сортами. А математически это описывается тем, что как бы у обычного электронагнитного поля появляется еще дополнительный вектор в этом эсотопическом пространстве, цветовом пространстве. Тем самым это теория сильного взаимодействия, где глены взаимодействуют друг с другом. Они с помощью калибровочного пространства дополняются взаимодействием с кладками. И тем самым вместо электродинамики мы имеем квантовую хромодинамику. С новым квантовым веществом цветом. И оказывается, что константы взаимодействия, в отличие от электродинамики, где имеется экранировка заряда, ведет себя таким образом, что заряды антигранированы. То есть на очень малых расстояниях, здесь малое расстояние и больших расстояниях, соответственно, константа взаимодействия очень маленькая. То есть квантовые ведут себя почти как слабые, как газ. А при увеличении расстояния между кварками и регулионами возникает сильное взаимодействие, сильное притяжение, которое не дает ему зайти на большие расстояния, и свободных кварков регулионов мы не видим. Отстанта взаимодействия растет с увеличением расстояния, соответственно, с уменьшением энергии. И поэтому на больших расстояниях мы должны ввести наблюдаемые адроны вместо квантов и гибридов. Это данные численного эксперимента решеточных расчетов. То есть вместо описания в негридном координатном пространстве вводится конечная мембельная система с конечным числом переменных, и точно решаются равнениями. То есть заслуга этой решеточной теории в том, что равнение решается точно без всяких приближений, но все зависит от силы конкурентов, которые пока еще не очень хороши. Но тем не менее данные уже есть, и те энергии, которые соответствуют большому адронному калантину, они, соответственно, не столь маленькие константы гибридового взаимодействия, как бы хотелось. То есть еще теории измущений не очень работают, и взаимодействие еще не очень маленькое. А маленькое оно будет только на асинтатических больших. Адроны. Ну, адроны — это белые частицы, состоящие из трех цветных частиц. Ну, то есть, говорю, это без всякой России. Белые, значит, одно, состоящие из трех синего, зеленого и красного цветов. Могут существовать только белые объекты. Соответственно, три кварка объединяются в калантин и нейтрон. Нейтрон будет отличаться тем, что будет 2D-кварка и 1U, а U-кварки имеют, соответственно, заряд в ветернике, а D-кварка и 1U, тем самым, если возьмем 2D, 1U, а U-кварка. И кварки и антикварки объединяются в месор. Соответственно, легчайший, самый красивый мезон из существующих — это пион. Ну, самый красивый, в том смысле, что он самый простой, и он отличается ядерным взаимодействием в обычном атомном метре. Ну, может быть, не случайно он назван пионом, и в русском языке — это непосредственно цветок, в немецком и английском пионе — это пион цветы. Согласно легенде, пиан — это доктор богов-олимпийцев, который вылечил Плутона, но Искулак, привязнав его за то, что он был прекрасный лечитель, отгубил, а Плутона в награду за то, что он его вылечил в стрельбе Геракла с массами ядер-гидры, приводил его в этот прекрасный цветок. То есть вот это вот красивый вид. Далее, следующее возбужденное состояние макуонов — это резонансы. Самый важный для ядерного физики — это резонанс. Далее можно народить состояние с квартами и антиквартами, соответственно, вступая в силу резонанса, которая имеет странность, лямбда 1116, дальше сигма, двухстранная частица кси, трехстранная омега, и так далее, и соответствующие мизоны — кооны, К плюс, К минус, кооны, антиквартами, фимизоны и так далее. Странность сохраняется в сильных, но не сохраняется в слабых процессах, и странные тогда процессы важны для звезд, менее важны для обычных, которые они делают. Ну, если повышать энергии возбуждения, то вступают в силу очарованные кварки, которые образуют GFC, демизионные и, соответственно, более высокие возбужденные состояния, которые уже для ядера физики становятся несущественными. Чем меньше масса частиц, тем более осуществлены для обычных протонных ядер. Состав ядра — протоны и нейтроны, обменивающиеся виртуальным газоном. Наклоны можно удалить из ядра затрагившей энергии, поскольку пионы и сиквенационные обеспечивают притяжение наклоны с собой, и, соответственно, при синтезе легких ядер можно выгодить энергию, и при делении тяжелых можно выгодить энергию, поскольку наиболее устойчивым является ядра железа и муки. Ну, соответственно, на этом срыв оболочки сверхновой и неустойчивости возникают, начиная с того момента, когда образуется большое железное виле. И это открывает огромный технический порт. Приложение, как мы знаем, синтезе легких ядер основ реакции основана в водородной голове, а она в деревне тяжелых обычная. Ядро является квантовой системой и ферми-жидкостью. Капли ферми-жидкости, они и красные. Ну, ферми-жидкость, потому что нейтронные протоны имеют спинт, основная, и в основном состоянии заливают ферми-морь. а жидкость, потому что расстояние между нуклонами порядка ферми в обычном отложенном интере, размер конфаймента, когда важны коры нуклонов, то есть где внутри уже царят вкладленные сила, порядка 0,2. 0,2 на 4. то есть в этом смысле расстояние между нуклонами много больше, чем характерный размер коров, и можно было бы думать, что это газ, но в пионных единицах, где у нас длина берется как а-с-чер-той длины на mc, в пионных единицах плотность атомного ядра порядка пионных единиц, то есть поскольку пион является плантом ядерного взаимодействия, а характерная плотность его единицы порядка единиц, можно говорить о том, что мы не им делаем с сильно связанной системой и с соответственно жидкостью аниме аниме ну а в обычных единицах значит это система которая в 10-14 раз тяжелее чем вода в 10-14 раз для гидродинамического и гидродинамического описания жидкости надо знать равнение состояния в широком интервале плотности и температур чтобы описать не только атомные ядры но и метровные звезды и столкновение ядер и по выражению нобелевского варианта бета на эту задачу человечество потратило больше времени чем на другие задачи ну а с тех пор еще прошло главная проблема здесь конечно сильное взаимодействие отсутствие тех теории размещенческих методов в которых мы привыкли к описанию электродинамик мы начнем с низкой энергетической ядерной физики и ядерной астрохизики последние годы можно говорить о генессансе в этой области основное направление изучение свойств ядер далеких от старинных бета-стабильности а также изучение ядерных реакций вот это вот дарина стабильности то есть стабильные элементы располагаются вот здесь здесь число протонов отложено а там нижняя сечество соответственно все другие ядра на разных временах но неустойчивы ну простые неустойчивости альфа бета радиоактивности соответственно деление ну что касается альфа радиоактивности вы знаете что она описывает гаммовские теории классистоциональных состояний гаммов предложил это описание в 1928 году и не случайно ширина энергии в 1929 году человек выяснили свой собственной силы который описывает ширину уровня соответственно гранат Для звезд важны, соответственно, процессы медленного нейтронного захвата, которые идут 10, 2, 10, 3 лет, более быстрые процессы нейтронного захвата, R-процессы, очень важны для устойчивости звезд, поскольку они быстрые, и неустойчивая звезда тогда срывает оболочку, и возникают различные катаклизмы в звезде. Ну и относительно симметрично прививая область протонов и область нейтронов, хотя, конечно, есть асимметрия, но тем не менее, так что вы видите, что аналогичным процессом для нейтронов отличаются присущие процессы для протонов. В последние годы найдены двухкатронные активности, я об этом скажу. И важно то, что пока всего лишь динфицированные 2 тысячи лет, а порядка 2 тысяч лет, это на ускорителях. А возможных таких вот метастабильных состояний более 8 тысяч, то есть здесь когда-то заработать, заработать еще. В основном с экспериментальной точки зрения. В природе ядерный синтез. Ядерный синтез в природе заключается в синтезе только вот этих вот элементов, которые синтезируются на начальной стадии Вселенной. А все более тяжелые элементы синтезируются в ядерных реакциях уже в звездах. Элементы тяжелее железа, кульминуран, только сверхновых. И имея такие элементы на нашей Земле, можно заключить, что мы все являемся системами существования. Вот это звезданое существо. Таблица, как она выглядит, немножко подробнее о поиске сверхтяжелокер. Но в последние годы здесь большой прогресс. И открыты новые элементы в GSI, в Дамштадте и в Дубне. Это вот эти вот элементы, последний, 118-й, 117-й элементы, последний названный элемент в 10-м году, это первенцей. А для того, чтобы создать другие элементы, нужны новые пучки и, соответственно, новые эксперименты. То есть в этом смысле вот на... А можно вопрос? А вот энергии, которые требуются для того, чтобы найти новые элементы, они сопоставимы с вашей? Это очень... Не-не-не-не, это чудовищно низкие энергии. Это очень-очень низкие энергии, потому что, ну, поломанские барьеры, это где-то несколько метров. А LHC это-то... То есть в принципиальнох никаких ограничений нет? В принципиальнох никаких ограничений нет, кроме техники эксперимента. Ожидаемый островок стабильности находится на районе Z120-126, последний, наверное, из таких островков, основанный на притяжении за счет оболоченных кланковых эффектов. Ну, а дальше могут быть другие островки или вообще существуют стабильные ядра звезды. Но об этом мы поговорим. Это гипотезы, которые имеют место быть, но высокий процент того, что они не будут реализованы. Можно вопрос? А там, в этом острове стабильности, будут стабильные ядра? Нет, стабильные. Нет, стабильные. То есть, в этом острове стабильности стабильных не будет. Но могут быть ядра, которые там на миллисекунду. Это достаточно большое время, потому что ядер 10 минут 20 лет. Вообще, очень тонкая техника для того, чтобы эти ядра найти. Ну, так вот, последние ядра найдены буквально там 2-3 события. Выискивается, и точность такая, что экспериментаторы гарантируют, что они были и, соответственно, эти ядра записывают. Ну, вот, самый такой долгоживущий из этих ядер, последний, это 114 элемент найдено буквально, по-моему, там масштаба миллисекунды времени. То есть, это все очень короткоживущие ядра, конечно, по практическим приложениям говорит «тры». Это чистая такая наука. Что еще раздумка? Когда возбуждаются ядра, увеличивается, можно увеличить их в главный момент, и, соответственно, возникают различные фазовые переходы в форму. Интереснее изучение. Ну, скажем, вот, формы раскулистнутой, формы вытянутой, а также имеются асимметричные вращения, когда ось делений не совпадает с осью вращения, и возникают, соответственно, вот такие отечественные вращения. А угловые моменты доходят уже до суток порядка с уровнем. То есть, вот, следующее направление, которое в ядерной физике как бы не статистически рассматривается, это вот анализ полный элемент. Следующая интересная область — это пионные колонны агру. Ну, можно электрон в атоме заменить на заряженный пион или колон, и, соответственно, поскольку масса у пиона в 280 раз больше, чем масса у электрона, а масса колонны еще в 3,5 раз больше, то, соответственно, этот атом очень сжат, и вот такие состояния пионные колонны чувствуют кроме кулоновского потенциала еще и потенциал гидрации. То есть, сами ядерные силы. Поскольку речь идет о сильно взаимодействующих частицах, то, как и в конденсированной среде, все сильно взаимодействующие возбуждения, в данном случае ферми-могли, они очень сложные. Ну, как вы знаете, фаноны, ратоны в гелии-4, скажем, ратоны, фаноны и, соответственно, парамагноны в гелии-3 под давлением, то есть и различные более высоковозбужденные ветки акустические имеются в первом теле. Аналогично в конденсированной среде, коей является атомное ведро, тоже эти возбуждения очень сложны. Ну, скажем, пион виртуальный может расплаться на гнуководах и выбить гнуководную дырку, и когда возбуждаются, как бы, вот здесь вот маленькая я нарисовала, ну, золотовая ветка, аналогично фаноны, а продолжение ее на комплексной плоскости имеет минимум на конечных веществах. И если уплотнять ядерное вещество, то этот минимум понижается, и на этом основе гипотисципионной конденсации, что с увеличением плотности ядерного вещества может возникнуть минимум при конечном репутсе, понятно, фермерского, и тогда ядерное вещество выстроится в решетку. Ну, скорее всего, это будет типа жидкого кристалла А-паза-смертика, но могут быть различны другие возможности. Ну, и кроме того, пион сильно взаимодействует с дельтой и заглавием, можно ли будет дельтой и заглавием, поскольку дельтой и заглавием не очень далеко по массе отличаются от негуона, и в то же время их 16, а из количества состояния негуона 4, то есть в этом смысле имеется усиление, поэтому дельтой и заглавием тоже здесь важны для описания пионов. А вот сами пионные атомы меряют вот эту область энергии инкусов, достаточно малых энергий инкусов, и дает информацию нам о том, насколько вот эта ветка пионов отличается в атомном ядре от того, как весь пион будет свободен. Вот она немножко отличается. С увеличением плодкости ветка будет понаживаться. Аналогичный эффект имеется для колонов, но для колонов S-волновое взаимодействие гораздо сильнее, чем для пионов, но S-волновое – это масса, вот вы видите, здесь единичка у пиона, то есть она почти возменялась. А у колонны эффективная масса, в вакууме это где-то вот здесь вот, а, значит, скажи, вот 3,5 массы пиона, 3,5 умножить на скосок, а, значит, в атомном ядре где-то на 100 ммф, порядка 100 ммф, она съедена уже в символ взаимодействия. И, соответственно, есть сильное притяжение колонны на поле и гибридовое взастренности. Поэтому, опять же, при плотности больше 2-3 ядерных возможны как пионная конденсация, так и колонны, и это еще и ниже понедельник, в конце концов, частота станет отрицательнее, и возникнет неиспрощение. Может, если неиспрощение неиспрощение, не обязательно возникнет, но не знаем, насколько, не очень хорошо знаем, как устроено рейдерные силы, и полностью совершения. А, кроме того, из-за того, что притяжение усиливается, если мы посадим еще один пион, еще один колонн и так далее, то возникает интересная экспериментальная область попробовать посадить на атомное ядро как можно больше этих частиц, и, возможно, что они склеят это атомное ядро, приводя к дополнительному уплотнению ядерному веществу, и выигрышевым. Поскольку каждые отдельные частицы положены на гиперядерную физику. Один или несколько нулонов можно заменить на барионы фермионованные. Ну, скажем, проще всего один из нулонов заменить, и вот это ядро, которое уже известно гиперядерным. А даже в некоторых случаях можно заменить двунулμα на гиперонка. И если мы заменяем гиперон на муку в ядре, то тем самым мы получаем информацию о гиперон нуму взаимодействии, которое плохо известно. А если мы имеем два гиперона, то мы получаем информацию о гиперон-гиперонных взаимодействиях, которые еще будут плохо известно. Зачем нужно это взаимодействие? Оказывается, что при нейтронных звездах при уплотнении вещества нейтронной звезды, но уплотнение достигается тем, что имеются нейтронные звезды разной массы. Чем больше масса у звезды, тем больше плотность внутри нейтронной звезды. Соответственно, возникает уплотнение. Когда возникает уплотнение, то ферми моря, ну, полонус, ну, как бы заливается все выше и выше, и когда вот эта ферми моря, энергия ферми моря достигнет разницы между массой гиперонной и массой углона, то выгодно его спить и заливать уже гиперонное ферми моря, вместо того, чтобы дополнять ферми углона. Ну, как бы, грубо говоря, берем стакан воды, заливаем его, и понятно, что когда зальем больше, чем 20 стакан, то вода разольется и начнет заливать поверхность скатерти, а не наш стакан. Ну, вот примерно так же за счет того, что фермионы расставлены по принципу Паули, они все время повышают энергию, выможут повышать энергию, если не охватить вещество, и тем самым, начиная с какого-то момента, выгодно заливать другие фермионы. А сколько стабильных объектов? В нейтронных звездах это стабильное объекты, это стабильное вещество. Ну, согласно теории, естественно, потому что эксперимент там внутренних телезрегионов. А здесь, конечно, это не стабильное объекты, это объекты, распадающиеся по свободному процессу. Ну, кроме того, значит, можно создавать дважды гиперонные ядры, как я уже говорил. А следующая веточка ядерной физики связана с тем, что можно создать антимидры, то есть создавать антияды, соответственно, уже до гелия и лянда антивидров, уже на левочке созданы. Ну, чем замечательно вот это создание антиядек, вот, постоянно увеличиваются времена жизненных объектов, удержания антиядек, чем замечательно, тем, что мы можем проверить наши теоретические посылки, имея антивещества. Но, к сожалению, наш мир так устроен, и, к счастью, что антивещества во Вселенной нету, в нашей визуально виденной Вселенной, по какой-то причине непонятной причине такой причине. Может быть, она где-то там на границе Вселенной. Может быть, хороших теорий для этого и есть. И, вот, создавая такой антивир, мы, во-первых, можем проверить ЦПТ, чёртность, насколько работает. А изучая нейтральные атомы, можем сравнить гравитационные и антигравитационные постоянные. Мы заманчиваем глоба, чтобы антигравитационные постоянные, какие-то причины отличались, или, скажем, отталкивания антигравитационные. Но, скорее всего, она такая же, но, тем не менее, экспериментально доверяется. Ну и, соответственно, технические приложения огромные, если бы кусок антивещества удалось создать. Понятно, что это была бы самая чистая, экологически чистая энергия без собрязнений при аннигиляции с обычным веществом. Всё бы переходило изучить. Другие результаты низкопередической физики. Систематические точные измерения масс магнитных и трюфольных моментов вдоль глинах изотопических веществ и цепочек. Обнаружено недавно нейтрон-катронное испаривание. До этого речь шла о нейтрон-нейтрон, нейтрон-катрон-катронном испаривании. Далее новые дваждномагические ядра, выдавленные границей бета-стабильности. Новый тип радиоактивности культуратонная, предсказанная глинах изотопических веществом. Ну и вот всё. И так. Но, наверное, ещё интересный момент, который следует осветить, это возможность так называемого безнейтримного двойного бета-развала. Дело в том, что нейтрин очень загадочные частицы и очень плохо изученные взаимодействия с веществом очень слабые. И имеются гипотетические подходы, которые говорят, либо эта нейтрин гератовская, то есть описывается без пенора, безмассовая, почти безмассовая, либо она моя радостная, где нейтрин совпадает с антинетриной, описывается спиной. В этом случае электронное число сохраняется. Ну, это принятая нами концепция сейчас. А если нейтриномая иронская, то, соответственно, электронное число не сохраняется. И возможны реакции, которые вместе с электронами антинетрины не будут образовываться. Если электронное число сохраняется, то с электронами обязательно должны рождаться антинетрины. Что-то скомпенсировать отсутствие электронного числа в нашей. Ну, не отсутствие, а то же самое, что сохраняется. Ну и вот были поставлены опыты, и утверждение, которое делается в этих опытах, это то, что обнаруживает этот безнетринный, какой-то главный этот распад. Ну, очень надо с большой тщательностью к этому подходить к вопросу. Я заострил внимание только для экзотики. Поскольку очень часто эксперименты, пока они не подтверждены независимым образом, они, на них нельзя, как говорится, операция, и считает, что данный результат. Ну и, представляете, это не стандартный результат, но возле запланированных ряд новых экспериментов, которые должны в ближайшие годы подтвердить и реакторировать этот результат. Вот этот результат, что унитрития является четкая масса, из нейтринных осцилляций, которые измерены, понятно, что нейтринные имеют массу, но измерена разность масс различных протеринов, и онлайн-электронов, а не самая масса. А здесь вот зафиксирована масса. Точность очень хорошая, эксперимент, если мы... Ну, что-то будет в этой вопросе. Следующий интересный вопрос, это зависит или не зависит как наши фундаментальные константы от времени, и как здесь играет объявление физики. Но если бы Вселенная была статическая, как в начале Дуэннштейн, то тогда эти константы были бы константами. Но поскольку мы знаем, что наша Вселенная расширяется, то и, соответственно, энергия не сохраняется в меру этого расширения, поскольку энергия, сохранение энергии связано с однородностью течения времени, и, соответственно, импульс и так далее, но в меру очень-очень маленьких величин не сохраняется, то, соответственно, и почему бы не сохраняется и в конгументальном константах, почему бы им не меняться со временем. Для этого нужно делать экспериментальный проект. И вот такое замечательное видо оказалось в ТОРИИ 229. Оно тем, чем хорошо, что имеется очень-очень близкий переход между уровнями с частотой, ну, типа такой, которая в Адаме появилась. Это как бы ядерный свет. И переход доступен для исследования лазерной спецфортоскопии. Это вообще уникальная возможность в ядерной физике, поскольку у КООН из-за того, что ядро такое маленькое, огромное здесь, порядка ГЭЛа, то связь между частотой, изменением частоты и изменением константы взаимодействия, ну, него вот этого большого числа, имеет фактор 10 четвертый. И тем самым очень маленькие изменения частоты в этом переходе соответствуют очень хорошей точности в измерении константы постоянной тонкой стойки. То есть можно сказать, что она не меняется в настоящее время до вот такого определенного. Если меняется, то он менее, чем действует в 16-й центре. Одновременно возникает проблема точности измерений в Лемне. Но мы знаем, что наиболее точным является атомные часы. Но чтобы создать атомные часы, надо понизить температуру и держать этот самый атом невозбуждённый. что непросто. Кроме того, имеются некоторые курсары, у которых точность измерения периодов, то есть галитичности, ну, такого же порядка, как в атомных часах. Чуть-чуть меньше. Но можно с помощью вот этого перехода в Тории увеличить точность на несколько порядков. Кроме того, из-за того, что это ядерный переход, можно просто дефекты этого Тории вставлять в конносированное средство и не думать о температуре и не проводить измерения при контактной температуре. Часы, запущенные в момент большого взрыва и обладающие такой точностью, показывают сегодня время с погрешностью не более 4.07. Теоретические методы для описания ядерного вещества при нулевой температуре невозбуждённого в тонных ядрах — это согласованная теория конечных термесистем, основанная нашим преподавателем, которые работают на эмбрифе, метод Хаттри и Фоку Буголюбова, Фоку Буголюбов — тоже советские физики, подходы из первого принципа, связанные с построением симметричных логенджанов, они очень красивы, но, как и любая красивая система, имеет ограниченные области примененности, но как они в эти сферические бронежные лагуны. Ну и, соответственно, на фоне нарушения токеральной симметрии можно включить трёхчастичные и даже четырёхчастичные силы. Метод Монте-Карло и, соответственно, ядер. А теперь давайте перейдём к описанию диагноза вещества в возбуждённом состоянии, как в струкновениях ядер и в компактных ядерных объектах. Как описывают нервонавесные плотные ядерные системы? Ну, это система с сильным взаимодействием. Как и любая система физико-гументированного среды, её можно описывать с помощью функций Грина. Но так как это динамическая система, то можно метод функций Грина неравновески описать. Но в неравновесии возникает сразу большая проблема, поскольку, когда мы используем методы равновесных функций Грина, мы используем теорему Лига. То есть мы разбиваем средние от многих операторов на произведения попарных средних. Считаю, что корреляторы, связанные с произведением многих операторов, либо единица объёма на объём вымирают, либо равны нулю по другим причинам. Соответственно, имеется теорема Лига. В неравновесии теорема Лига нет. И, соответственно, на теореме Лига основаны диаграммные представления, значит, диаграммной техники Фильмана у нас нет. Если мы хотим описывать начальные эффекты, начальные корреляции. То есть хотим описывать систему, но очень маленькую форму. Но помогает физическая интуиция, которая говорит, что, наверное, эти корреляционные времена соответствуют реальному суконфальту. А мы говорили, что это где-то на дулофе. А угловные в ядерном веществе сидят на расстоянии в порядке лет. То есть на больших размерах, на больших временах. И, соответственно, по расшествии времени много больше, чем вот это корреляционное время, корреляции начальные затухают, и о них можно забыть. Для слабо-неидеального газа вот такой принцип ослабления начальной корреляции. Впервые стомулировал Боголюбов для большинства равнения, а затем Климан-Антовича вообще вот это на более краткодействующие формулации. Но, тем не менее, для слабления, но в данном случае мы должны это постулировать. Постулируя это, мы сразу делаем большой шаг в приближение. А именно, выбрасывая эти корреляции, мы сразу от системы, в которой энтропия вначале сохранялась, а энтропия сохраняется до тех пор, пока мы не делаем никаких приближений на систему. А так как здесь возникает приближение, ну и сама система делает приближение тем, что она забывает о начальной корреляциях на больших временах, то, соответственно, начинает расти энтропия, и, соответственно, должна существовать ашкиорема, которая пока не доказана, и доказана только для большего расправления на очень много плотностей, и в отдельных случаях для квазикватики, то есть на больших временах. То есть здесь очень много интересных теоретических моментов, которые не изучены и должны в будущем изучаться. Далее, если мы рассматриваем времена еще больше, то есть делаем срез такой вот, фотомографии на больших временах с литерной системой, по отношению характерного тепловой энергии ограды, времена много больше, то тогда мы можем применять плазикватики. Или так называемое вигдеровское приближение. То есть мы можем фолье представлений перейти по микроскопическим быстрым процессам и медленно рассматривать динамики. То есть можно написать а-ля кинетическое равнение, но это кинетическое равнение будет для виртуальных частиц, шириной для резонанса, а не в отцоминского равнения. Ну а дальше приближение, соответственно, квазичистическое приближение, когда подразумевается, что ширина резонансов много меньше, чем все характерные энергетические масштабы, которые важны в задачах. Это очень специфический случай, но тем не менее он важный в конденсированной среде он используется, и тогда возникает выбор и кодинг к кинетическому равнению ландау и ее соответственно основных решений. Ну далее, если времена много больше, чем времена ревоксации, то можно использовать гипердинамику, ну а если уж совсем большие времена, то от локального равновесия можно идти к глобальному и использовать альтернативу. Вот в такой грязной каше, которая имеется вот в этом системно-заводействующем веществе, очевидно, что все эти методы работают с очень большой натяжкой, и люди для симуляции применяют упрощенные схемы, вот и вот Благодарюбовская. Большинское уравнение по теории возмущений гидродинамики с фемиологическим тренингом и так далее. Так что здесь используются новые задачи. Ну а далее для того, чтобы качественно рассмотреть систему, мы остановимся на гидродинамическом подходах. Вот это фасовые диаграммы гидродинамического вещества в сравнении с тем, что мы имеем в обычной воде. Но наша вода, она не такая уж, чтобы она растаяла, и она имеет 12 кристаллических фаз, 3 стекольных, есть фазовый переход с жидкостью пар, и есть точка окончания спектра, где вместо фазового перехода мы имеем более-менее однородный переход, рассолим от газа к жидкости. И оказывается, что в мире сильного взаимодействия, поскольку это жидкость и эта жидкость, соответственно, диаграмма температуры как функции плотности ядерного вещества имеет очень много возможных фазовых переходов, которые следует изучать. Ну, во-первых, атомное ведро, нуклоны к спагме гидродинам, значит, имеется обычный спагме гидродинам, но поскольку ведро имеет конечный размер и размер куберской пары больше, чем размера куберской ведра, то важны эффекты конечностей. То есть это такая тонкая плена с точки зрения сверху водительства. Далее возбужденные ядра с большим моментом, мы об этом говорим. Далее, вот если мы увеличиваем температуру, уменьшаем подность, то возникает возможность фазового перехода жидкости. Все уравнения состояния более-менее юристические, которые описывают ядерное вещество в этой программе плотностей, имеют вандерварсский характер, соответственно, может быть развить переход жидкости. Дальше, идя по увеличению плотности небольшим температурам, это эффекты, которые возникают сверху новых, и из них образуется нейтронная звезда. В них возможны фазовые переходы на полный кулонный сварения, гипотетические ионные колонны, ионно-солненные колонны, квартовое вещество может быть наиболее массивным звездом, соответственно, цепная сверху водительность, то ионное вещество, ну это как бы квартовое вещество, но с присутствием компаний. Вот такая химиклая фаза в последнее время случается. Ну и, соответственно, если мы имеем большие температуры и меньшие плотности, то, соответственно, увеличивая температуру, меньшая плотность, мы приходим к тому вещество, которое проявляется на экспериментах в Вике, в Рухаевне и на Большом Адронном Палаке. Это область кроссовина, как и здесь, где такой вот переход от адронного вещества в акварионном замах, без скачков. Ну и где-то между ними должна, по-видимому, быть критическая точка, точка окончания, так называемая critical end goal. И вот теоретически люди пытаются ее исследовать и для ее экспериментального поиска строить, ускорить препятствию, расскажу. Начнем с фазового перехода жидкость-газ при малых отностях. Уравнение состояния имеет ван дер Вальцев виде. Если мы понижаем температуру нижекритической, то возникает вот такой вот здесь перегибчик. А Максвеллский равенство площадей говорит о том, что вот эта точка по поводности и эта точка имеет одну и ту же энергию, свободную энергию. И, соответственно, мы имеем дело с диаграммой соответствующей фазовой перехода первого оборота. Эксперимент показал, что имеется вот такое почти плато с отрицательной тепловинностью при постоянном давлении в этой области, что говорит о том, что действительно наличие на фазовой переходе жидкости-газ. Это эксперимент так, что... Чем же он интересен? Эксперимент, что это за область? Это так называемая спинодаль, область спинодаль, область неустойчивости. Возбуждения в этой области экспоненциально растут. Но растут они таким образом, что более-менее держится расстояние, характерное между этими штуками. То есть, имеется вот такое позвоночник. Спинодаль она названа по-английски, и сами англоязычные люди обычно называют ее спинодалью, хотя назвали ее как спайн. то есть, это свобус спина, это позвоночник. Из-за того, что вот важны такие бесполезки, периодически. Ну, а эксперимент, который каждый знает, это вот открывание и вот эксперимент уже есть у ядерной, который говорит, что мы там побываем. Другой фазовый переход — деканфальмин. Ну, если деканфальмин обнаружен, то это новое состояние вещества — клапленная плазма. Для того, чтобы деканфальмин произошел, нужны ввиду большие плотности, у него большие температуры и меньшие плотности. Вот критическая температура. При этом клапки освобождаются и гуляют уже по всей системе. Не так, как англоязычные сажатые каждый подъем деканфальмин. Ну, вопрос возникает, газ — это или жидкость в фазовый переход деканфальмин. Поскольку мы исходили из идеи о том, что есть асимптотическая свобода на малых расстояниях, то можно было думать, что это ближе к газовым состояниям. И так люди и думают, которые делали первые работы, ну и даже не первые, а в недавнем времени, работы по этой области. Но эксперимент показал, что речь идет о жидкости, сильно взаимодействующей, укладывали леонную плазму как сильно взаимодействующей системе. Чуть позже, я вам скажу. Ну и кроме того, как мы видим на первом слайде, такие условия, что на равной стадии Вселенной, возможно, в сердцеве наиболее массивных контактных звезд и достижения на ускорителях. И вот давайте немножечко поговорим об этих исторических. Ну вот наиболее чистые эксперименты, которые были сделаны при низких энергии, это эксперименты в Данкт-Петербург-Штатте с энергиями порядка ГУ. Далее имеются экспериментальные установки Дрогфельни с энергиями порядка десятков ГУ. СПС в Церне порядка сотни ГУ. Ну а дальше при повышении энергии соответственно установки РИК и РИК. Но первая возможность это исследовать наиболее плотное и менее горящие вещества. Скажем, в какой области это так. И для этого важны тогда вот эти экспериментальные установки и соответственно спуск по энергии возможен в РИК. Что же здесь происходит? Возникает так называемый ядерный файлбол огненный шарм, который, ну вот как я показывал, расширяется и соответственно вот этот файлбол надо описывать. Температура как функция водности сначала резко по времени возрастает, возникает сильно нагретное водное вещество, это действительно почти равновесное вещество, то есть можно говорить о локальной водности и температуре. затем файлбол расширяется, соответственно почти если я считаю, что он расширяется в файлболе, температура опускается до некой стадии, которую можно назвать приезалом, стадии замерзания, когда уже разлетаются отдельные уголны и по их распределению можно судить об этой стадии. так же как у фотонов по реликтовым излучениям можно судить о том той стадии, когда фотоны были заперты, той стадии, когда они освобождаются из вещества Вселенной. Вопрос каковы плотности температуры, бывали газово-ноклабилеонные плазмы или адронные вещества, каковы анули фертофсинтрии, и так далее. Вот на это все должна ответить экспериментальная и теоретическая наука. Ну а с точки зрения эксперимента относительной информацией являются разные частицы. Ну так вот, частицы короткопробежные, такие как пионы, углоны, каминусные зоны и другие они несут информацию о последней стадии разведки плазмы. Поскольку они сильно взаимодействуют, они до последней стадии фрезалт заперты, то есть для них черное тело имеется в ядерном вещество и несут информацию о достаточно медицинской плодности меньше ядерной и температуре этой фрезалты. Есть частицы длинного обежда, это директор, они слабо взаимодействуют с ядерным веществом только за счет великого магнитизма в основном. И соответственно для них ядерные вещества почти прозрачны и рождаясь хоть в малых количествах, они щелкуют нам начальную стадию этого ядерного файла. Ну и кроме того имеются частицы с промежуточной длиной свободной пробега типа коклюсов, которые несут информацию по нашим же стадиям. Вот из спектров этих частиц можно заключить о том, как эта динамическая система делается. Ну, коротко, результат получен в Донштаде для низких порядка двух приростных голов. Синтезированные ядра с такими вот числами заряда. Вот приведены точные измерения большого количества нитронных избыточных ядер 350, промерена калорическая кривая, фазный переход жидкость газ, средовые эффекты промерены спектр пионов, и они отличаются от устроенных, есть отличия, особенно к-минусов. Порядка сотни МФ потенциал к-минуса более притягивательный порядка сотни МФ по отношению к тому, как были свободны колонки. Ну вот примерно то, что было оберено, теперь идем по энергии более высокого областа. Увеличивая энергию, более естественной сквокновения ядер, которые возможны на различных ускорительствах. Ну а соответственно те, кто механику изучали и знали переход от системы лаборатории системы Супромаз, могут пересчитать соответствующие энергии. Вот оказывается, что число К-плюсов по отношению вещество К-плюсов в протон-протонных сквокновениях, где нет никаких средовых эффектов. Вот придется таким образом, а в деятельность сквокновениях существенно от этого отличаются. И на каких-то энергиях, соответствующих вот этому хорбису в порядке десятки, имеется так называемый ООО, который будет связан с тем, что возможно при таких энергиях вещество стало более плотно и менее нагревал и возник переход в такую плотную тварблённую плазму. Затем соответственно энергия ещё увеличивается и начиная далее с некоторых энергий вещество становится более горячее, водное и соответственно там тоже имеется тварблённая плазма ну согласно теоретическим представлениям и некоторым экспериментальным газам. Хотя строгих предпоследств не было. Данные по вот этим дилектонам то есть тем частицам которые щупают наиболее горячую стадию. Если рассмотреть растения протонов на гидрит то здесь опять же никаких эффектов среды нет и инструментальная кривая хорошо описывается так называемым коктейлем то есть различными набором различных возможностей операции вакуума которые возможны для рождения этих директоров при этом позитронных вакуума и мелодия а если мы переходим к соответственно большим энергиям и столкновениям ядром и ядром то уже вот этого коктейля вакуума недостаточно недостаточно на фактах порядка десятка для того чтобы описать экспериментальные данные о рождении диреконов структоней ну а чтобы состыковать теорию с экспериментом надо учесть уменьшение массы родных звук в среде а если имеется керальный фазовый переход то керальная наука она такова что керальная симметрия годится когда все частицы без массы то есть массы должны уменьшиться и уменьшение массы она в духе восстановления керальной симметрии исключения дикатуры которые теоретически допустимы и соответственно с учетом уширения рогнозонных центральных функций в среде за счет различных средовых каналов взаимодействия вот тогда можно описать данные с учетом керрионных средств то есть средовые эффекты здесь проявляются в дальнейшем запланируем новый эксперимент и заведующий из наших копеймеров 60 является начальником этого гн образного эксперимента фэя facility anti iron anti proton iron extension то есть задача в том чтобы создать антипротонные пучки а также провести многочисленные эксперименты при увеличении пошагового увеличения энергии От тех энергии 2 ГЭО, которые были в GSI, до значительно больших энергий. И проверить возможность существования критической точки окончания спектра, соответственно, перехода из области, фазового перехода первого рода в области красоты. Думы и у нас, соответственно, правильные имеются экспериментальные разработки и строится ускоритель НИГА в Дубне, который тоже увеличит энергии до такого же порядка, но на макулатуре. Если GSI-эксперименты это на мишени, где ядра сталкиваются на мишени, то здесь на встречных площадках. Соответственно, стоимость эксперимента в Даркштаде это порядка больше, чем миллиард евро, а стоимость эксперимента в Дубне, как они говорят, порядка 300 миллионов евро. Потому что уже имеется туннель от старого ускорителя, и не надо копать Е. Ну и, соответственно, в проекте это возможность выхождения критической точки окончания спектра, фазы перехода первого рода либо в деканфаре, либо красоверад, возможность наличия смешанной фазы и различные эффекты, связанные с этой черпустью. Но уже наперегонки с этим строительством на РИКе в Украине, поскольку их условители работали на более высоких энергии, они спустились по энергии, и многие, хотя с большим очень шагом, промерили данные на более низких энергии. Однако у них точность измерения гораздо меньше, чем та, которая ожидается в тех экспериментах, о которых я сказал, поэтому они не решили смысла, и, соответственно, они более четко промеряют разницу против энергии, и пошабово промерили силу области. То есть задача ядерной физики в этом смысле ускорительной в том, чтобы промерить все возможные энергии из тех, которые мы допустим в настоящем эксперименте. То есть все фазовые энергии. Если мы теперь уходим на более высокие энергии и рассматриваем энергии РИК и Большого Адронного Коллайдера, то там уже речь идет о том, что мы чиркнули вот этой спичкой, то есть столкнули два ведра с атомными лицами порядка сотни, а рождаются до десятка тысяч вторичных частиц. То есть это как бы взрыв вакуум вакууме. Или вещество, которое рождается, имеет очень малый премис барионный антибарион. То есть это то, что можно было бы ожидать от нашего Бога, когда он рождал нашу Сирену, что вещество будет рождаться вместе с антивеществом. Чего он не сделает. Как бы причина. А вот на эксперименте это можно повторять. Значит, родить вещество и антивещество. На РИКе, вот на таких вот энергиях, должно родиться более тысячи пионов, колоннов, вакуумно-тимпионных парт, и выглядит это вот примерно так. Это как удают симуляции ультальтивистской квантовой динамики. Ну, сначала вот эта спичка, это два маленьких ядра, а потом каша расширяющаяся. Ну, и вот если зафиксировать, она напоминает то, что в телескопах видно, как устроено наше Сирену. Итак, значит, ожидается, что преувеличение энергии деконфайлин достигнут. И как тогда он проявляется? А проявляется он тогда так, что странные частицы, странные квадки, имеют массу порядка 150 мр. И в адронах они в странных бизонах, и, соответственно, в странных гиперонах, они спрятаны внутри. А, соответственно, если их освободить, то есть температуру, например, нагреть значительно выше, чем вот эта вот масса, то тогда они будут рождаться во всем объеме. Соответственно, странность должна увеличиваться. То есть должен быть избыток странных частиц по отношению к тому, что имеется в столкновении протон-кратон или протон-ядро. Вот ядро-ядерное столкновение, соответственно, на ритмских энергиях. И вот вы видите, что действительно лямбда частиц больше, сигма частиц в десяток раз больше, ну и, соответственно, других странных частиц тоже существенно больше, что говорит о том, что, ну, в пользу, по крайней мере, говорит того, что от них произошло деконфайлин. Хотя, конечно, имеются разные модели, можно подогнать так ядерное взаимодействие, что тоже достичь некого усиления, но более естественно, кажется, и с самим успешным видом. Далее, следующий шаг — это подавление GFC. GFC состоят из очарованных кварт-антиквартов. Ну, в вакууме вот это такая связанная плата. И разорваться она не может, потому что есть конфайлик. Цветные квартки не будут существовать отдельно. Но если мы поместим эту систему в очень плотную среду, то из-за того, что по принципу Паули там, или потому что частицы более плотные, которые находятся между вот этими частицами, то связи разрываются, и, соответственно, мы имеем дело с подавлением GFC по сравнению с тем, как оно действует. Ну, вот эксперимент. Эксперимент на, опять же, реке. Как я, они показывают, что с увеличением множественности событий, то есть, когда не периферические столкновения, а более и более центральные, то есть, это больше частиц замечательных, то есть, это более среда, то, соответственно, GFC меньше, чем единичное отношение к общественному. Это как бы мотовский переход, который имеется в обычной фермы-системе, фермы-газе при увеличении, если вы в какую-то связанную систему сажаете какой-нибудь кваска в фермы-газе и увеличиваете плотность, то, в конце концов, связь разрывается. Далее, подавление струй в порвенные в кваске. Ну, столкнулись в ядро, возникают портоны. Портоны — это, скажем, любые быстро-энергетические, высокоэнергетические частицы, ну, в данном случае, например, квак. То квак и артикварк, отлетая друг от друга, образуют какую-то струну, пока она не разорвется, пока сила конфаймента не преодолеет вот этот вот кинетический развод. И, соответственно, должны были быть такие вот резкие струбы возникать. Но в пиуникулярном направлении, в больших пиуникулярных измельсах, то есть туда, где у вас много среды, оказывается, что имеется подавление к струю. То есть в среде гасится струй, и, соответственно, это является тоже свидетельцем возникновения к плавленной платы. Они не свидетельцем. Теперь немножечко коротко об LHC. Я вычислился. Ну, нельзя надея в этом нету поговорить. Подробный ускоритель. 15 раз больше энергии, чем на реке. 27 км вокруг. Цель поиска бозона Хигса суперсимметрии двух энергетиков для них новой физики. Ну, суперсимметрии. О чем где-то речь? Уже из обычной квантовой механики вы знаете, что если вы рассмотрите квантовый осциллятор, то энергия А с чертой Омега на Н плюс 1,2. Вот эта 1,2 возникает из-за того, что в отношении к классическому частице, колеблющейся, ее можно остановить и опустить на дно ямы. А в квантовой механике имеется принцип неопределенности, поэтому никогда вы в одну точку частицу посадить не можете, она будет всегда дрожать. В меру этого возникают так называемые нулевые колебания, соответствующие слагаемые для осциллятора 1,2 Амега. Теория поля это описывается независимыми колебаниями, если это электродинамика, независимыми колебаниями в каждой точке пространства. То есть имеется бесконечное число колебаний. Соответственно, бесконечное число, аж чертой Омега упало. И бесконечное Омега. Но в электродинамике это не страшно, поскольку есть так называемые перенормировки, которые могут устранить расходимость за счет некоторых трюков математических. Но если мы рассматриваем, хотим рассмотреть одновременную гравитацию, то сразу возникает большая проблема, поскольку энергия тяготеет, и тогда наш мир будет схватиться, если бы такая была положительная гравитация. Но если вы теперь рассмотрите осциллятор в квантромеханике, но не бозонный, а фербионный, то оказывается, что энергия будет минусом на втором ошибке. И отсюда возникает идея супрасимметричных теорий, в которых космологическое постоянное будет почти равнонимой или равнонимой в точности. То есть на каждую массивную бозон, чтобы приходился какой-то с той же массой фермион, так, чтобы энергия и вакуум не компенсировали друг к другу. Ну вот это идея супрасимметрии. Соответственно, после этого, такую, чтобы создать красивую новую группу из новых частиц, требуется достаточно много-много частиц ввести, и, соответственно, их надо искать на использовании. Ну и кроме того, надо искать бозон Хитт, которые уже в теории обычной стандартной модели должны быть. А вот результаты самой ВИЧ-си, полученных в нашем время. Ну, прежде всего, были экспериментальные недочеты и были катастрофы на ускорителе. Соответственно, тех возможностей, которые ожидались до 7-ю и 3-ю, на протон энергии в Бакинском году, не достигнули. Достигнули почти. Ну и только хорошо. Что касается Хиттусского бозона, то сузили рассмотрение до энергии вблизи 125 г. То есть, если он и существует, то где-то в этом районе, в других районах разумных оружей, его не обнаружили. Но для того, чтобы показать, есть он элемент, требуется много-много еще проглатывать данных, чтобы увеличить точность. То есть, здесь точность 3,5 сигма, а мы достичь 2 сигма, чтобы быть уверенным, что это действительно ничто другое. А черных дыр не обнаружено. Ну, при чем тут черные дыры? Ну, как и в нашей Вселенной, черные дыры это те объекты, из которых излучение не вылетает, которые все притягивают с точки зрения классики. Но с точки зрения квантовой механики это квантовые объекты и, соответственно, туннельным переходом частицы и античастицы могут излучаться из этих черных дыр. Это так называемое хоккинговское излучение. Оно очень маленькое, соответственно, энергия этого излучения можно пересчитать на температуру, и температура этого излучения отрадена на соревнованной массе этой черных дыр. То есть, если это объекты астрофизического типа, то ничтожно маленькая температура, и неинтересно. А если это объекты типа элементарных частиц, то, соответственно, масса очень маленькая, температура огромная, и такие черные дыры должны рождаться и испаряться. Вот в том числе на этом обе частиц. Ну, вот получено такое ограничение, что все массы больше, чем вытывали, для примера, соответственно, не обнаружены. пока то есть, наоборот, что у нас меньше. Пока не удержана топ-антитоп-ассимметрия, которая была обнаружена в театроне двух времен. Но, возможно, что пока условия ВОЧСИ еще достаточно слабые для того, чтобы подойти к тем, которые были в двух временах для этого эксперимента. Ну, и вот в 2014 году ожидается увеличение энергии до 6 с половиной дохода. Далее свидетельство используется пламбленная плазма на ВОЧСИ уже в протон-протон если на РИКе мы говорили он о ядро-ядротстве там, где много частиц то уже в ВОЧСИ имеется алистерапия струй в рамникулянном направлении где они вязнут в среде и, соответственно, тонут в этом пламбленном море и, соответственно, в подводном направлении где они свободно изучаются. Далее следующий шаг очень интересный это то, что оказывается из того, что рождается так много частиц патоличных то можно применять гидродинамику то есть можно говорить о локальной плотности и температуре в этой среде ну, а как говорится все мы знаем стать физику и это самое простое чтобы описывать эту систему но как это экспериментально дороже а вот меряется такой параметр ализотропии он называется В2 суть в том, что если вы столкнете две жидкости то они начинают выдавливаться в перимикулярном направлении и возникает эллиптический поток в этом перимикулярном направлении вот он-то и был померен то есть если бы его не было если бы это был газ тогда бы В было бы равно В2 нулю а значит при украшении энергии он существенно обещается объединение то есть можно говорить о гидродинамике и он не идеальный гидродинамике жидкости но о жидкости если мы говорим о жидкости то сразу возникает вопрос а какова вязкость этой жидкости значит можно построить транспортный код с ретилисткой гидродинамикой ввести вязкость но в этих кодах где родилась только пока с гидрой вязкость объемная вязкость полагается что она меньше и оказывается что описать данные можно о в 2 можно в случае если система имеет вязкость отношения вязкости плотности энтропии это величины одной разметности которые в порядке 0,08 а 0,08 это величина которую можно переформулировать в порядке единички на 4 и это очень магическая величина которую я сейчас скажу и так значит для того чтобы описывать вот эту квадрионную систему нужно чтобы это была жидкость а не газ и чтобы эта жидкость имела достаточно маленькое отношение вязкости но наивно можно подумать что вязкости больше у жидкости вязкость больше у газа поскольку вязкость то при увеличении длины салона пробелы соответственно там где мы ожидаем как функции константы взаимодействия асимпатической свободы вязкость должна быть большая а вот если система очень сильно взаимодействующая в пределе бесконечного взаимодействия то мы можем выйти на предел типа единички 4 но откуда мы думаем что мы можем выйти на этот предел это вот из такой теории которая называется антидесситер конформал фил цели плать сейчас я не скажу и так значит речь идет о том что мы действительно на опыте увидели что если действительно это квадрионная плазма то мы увидели что это сильно взаимодействующая система неразрежная и вот это вот модель очень долго люди разбирались с этими супер симметричными теориями надеялись оказаться умнее Эйнштейна и построить одну теорию но к сожалению ничего не достигли ну не достигли единой теории Коля но мы построили так называемую теорию струн которая претендует то что это квадрионная гравитация то есть это речь идет об объектах на расстоянии к лаконске электрон 10 минус 33 сантиметра то есть эксперимента там никакого а чистой модели ну вот в последнее время благодаря усилиям молодосены оказалось что можно переинформулировать вот эти вот неабелевые теории переформулировать неабелевые теории КХД как некий предел теории струн и тогда здесь вот вся машина которая была развита в теории струн ее начинают применять теперь уже в реальной физике для описания проблемных процессов а вот эта вот теория струн говорит о том что в пределе бесконечно сильного взаимодействия чудовищно сильного взаимодействия вязкая энтропия должна иметь величину не может быть меньше чем 94 то есть более менее экспериментально мы желаем я говорю так мягко потому что все эти эксперименты их можно каждый по отдельности критиковать но в целом они вот создают такую вещь есть другая возможность извещать уровне состояния атомного углубленного вещества из их смеси это численный эксперимент но вообще я должен спросить у аудитории вот я и спрашиваю в общем мне где-то полчаса продолжайте продолжайте и на этом я могу обрабатывать потому что другая возможность извлечь уравнение состояния атомного углубленного вещества это численный эксперимент на решетке то есть как я говорил вместо реального пространства расставляются точки и точно соответственно но все зависит от мощности суперкомпьютеров которые все время увеличиваются и данные каждым годом все лучше и лучше представляется ну ясно что где-то на очень огромных температурах мы должны выйти на степенбольственных предель то есть вы знаете что изучение черного тела и энергия рационального 3-4 то есть если мы ее поделим на 3-4 то мы должны выйти на константы но и близко то есть температуры 1000 а вот те температуры деканфанин о которых мы говорили 200 может быть для столкновения ионов мы доходим до температуры до 500 но далеко не то что хотелось и вот этот численный эксперимент как говорится нам может очень много рассказать где же вот при такой гладкой кривой нужно говорить о том что мы перешли вот при низких температурах адронов в англионный класс а если мы посчитаем скорость звука в квадрате то оказывается что она имеет вот такой вот изгиб и вот эту точку можно тогда назвать точку госсомера с этой стороны варбрионная плазма с этой стороны и так значит вот это численные стрелы стал веткой физики не только я других областей и вот таких крупных экспериментальных лабораторий там штат скажем и оси действовали экспериментально теоретические группы которые занимаются вот этим мире то есть их задача получите чисто они мало то есть для математиков это работа можно на решетках даже посчитать яскости сдвиговая вязкость и объемная объемная она соответствует вязкости в радиальном направлении а сдвиговая соответственно объемные очень чувствительны к уравнению состояния соответствует неопределенности и в счете ее и в теоретическом счете гораздо больше чем вязкости сдвиговая но она обычно меньше чем сдвиговая вязкость поэтому это важно это важно и вот опять точка где-то находится в районе вот этой единицы 4 и при температурах порядка температуры 3-2 другая совсем другая область которая имеет прямое отношение к ядерной физике почему потому что она позволяет проверяющие его взаимодействия от теории возмущений переходить жутко сильному взаимодействию это соответственно система с сильным взаимодействием экспериментально померена внутрих холодных атомов ферме и детства боза-конденсация была предсказана боза который написал статью послал Эйнштейну с просьбой почитать и рекомендовать журнал в то время царь шрифизик главный журнал немецкий и писали в основном на немецком языке соответственно хорошие статьи соответственно Эйнштейн понравилась эта статья что он ее перевел на немецкий язык и боза приглашал эту статью а затем в следующем году Эйнштейн обобщил идею боза статистики высказанную боза для фатомов обобщил на бозовность конечной массы и соответственно теперь это называется божьей а экспериментально ее открыли через 70 лет потому что нужны чудовищно низкие температуры то есть нужно был чудовищный прогресс в тему ну и соответственно вот это негативное время чем же они как бы с нам важны а тем что длина рассеяния как функция магнитного поля в ферме атомов вот имеет такой вид то есть изменяя магнитное поле мы может переходим от описание систем с малыми длинными рассеями к системам с большими длинными рассеями это так называемый унитарный предел тот самый который с другой стороны мы информация которого можем получить из этих АДС и ФТ теории и соответственно из сильно взаимодействующие плазмы что нам нужно для описания при этом вещества на высоких температур а здесь это хороший эксперимент очень чистый очень хороший ну соответственно почему это так почему-то когда А а много больше чем расстояние между аторами и соответственно яма значит можно говорить о сильном взаимодействии ну потому что тогда соответственно это величина намного больше всех остальных все остальные параметры когда они существенные теории и все определяется локальными свойствами полностью длина то есть такая тривиальная наука возникает очень простая и значит очень хорошо проверяемая и значит очень чистая но с другой стороны оказывается что это разрешено нейтронным газом при расстоянии в два фирме нейтронных звездок примерно в красти нейтронных звездок корректных вот ситуация очень похожа то есть сильное взаимодействие несмотря на то что это разрешено системе можно посмотреть гидродинамику в этих фирменных газах то есть берутся соответственно кусочек этого газа и смотрят как там все эти кучи нормальных компонентов при расширении себя ведут и оказывается что возникает система которая описывается малой яскостью типа вот той который я говорю и соответственно похожая картина возникает даже при астрофизических явлениях мы скажем вот при расширении сверхновой как она является по юной то есть ну много вот интересно взаимосвязанных каких-то вещей которые разными пусками физики можно следующий пункт это нейтрино ядерная физика нейтрино оказывается очень важными частицами ну в последнее время вы знаете что вот эксперимент какой-то сверхсветовой нутрино был я к этому потом приведу коротко нейтрино были предложены Пауле до открытия нейтрино еще и это было очень нетривиальное открытие поскольку Борский времена говорил о том что в процессах распада типа бета распада тогда бета было неизвестно значит возникает как бы несохранение энергии и Бог думал о том что в микроэнерии энергия не сохраняется а Пауле предложил очень известное объяснение тем что существует отдельно другая частица он ее назвал нейтроном но потом была нужна другая частица которая была названа нейтроном а Ферми переназвал эту частицу нейтроном и вот мы знаем как это чтобы решить эту проблему о сохранении энергии в этой разности нейтрино характерна тем что очень слабо взаимодействует с веществом имеются данные по нейтрино-ядерному рассеянию с каждым годом увеличивается количество этих данных и соответственно их теоретический анализ далее нейтрино играет важную роль в астрофизике сверхновых их дренасового водного бега такова что они застревают на размере нейтрино-сферы так называемых 100 км и проблема сверхновых это то что вспыхивает звезда с массой порядка 20-10 масс Солнца а удерживается в результате нейтронная звезда с массой порядка массы Солнца и спрашивается как сорвать все остальное и вот нейтрино они помогают срыву оболожки спорта то есть одна одна важная вещь которая нужна для того чтобы сорвать все остальное это ударная волна которая возникает в этих расстояниях у вас вещество падает на формируя большое гидро а дядерное вещество очень плохо сжимаемое типа воды так же как вода плохо сжимаемая туда ударная волна и вот на этих вот расстояниях неприятно догоняет эту ударную волну и поджигает оболочку и срывает оболочку до сих пор численные расчеты были очень чувствительные к тому какая модель задача но опять же компьютерное моделирование последние успехи компьютеров показали что есть модели вимкинские модели которые описывать их оболочке далее они охлаждают помогают охлаждать нейтронные звезды поскольку это длиннокрабежная частица то насквозь через всю звезду унося нагретую энергию этой нагретой звезды нейтронные в течении первых температур 10-5 лет охлаждают эту звезду а затем уже температура падает до такой степени что длина сорок на пробегу нейтрина становится очень-очень еще-очень еще больше их очень-очень мало там становится и тогда процесс уже контролируется потонами потонами освещения в поверхности далее нейтрины важны поскольку на блюде нейтринная осцилляция то есть нейтрина электронная могут по дороге переходить нейтринно-мионные и может быть встал имеют ли нейтринно-магнетные но в настоящее время можно сказать что если имеют то на уровне менее 10-11 от магнитного гора но тем не менее как говорится эффект проверяется поскольку и массы они думали что они не имеют никакого всего исцеляться то этот эксперимент проверяется в частности на калининградской ну и вот и наконец этот опыт эксперимент который сквыкнул общественность и стали возникать много различных моделей в которых предполагается нарушенность водно-совариантности ну чтобы скорость света не осталась постоянной но другой эксперимент не подтвердил пока этих данных и анализ другого эксперимента уже и в то же время в этом эксперименте нашли инструментальные выписи поэтому остался вопрос и в мае планируется на инструмент поэтому я дальше говорить об этом не буду хотя это очень интересная область можно ли описать как бы кажущиеся превышение скорости света обычными методами не выходя за рамки экзотик не используя экзотик сверхновой 1987 в 1987 а в 1987 году взорвалась на 23 февраля то есть день победы а день ЦСКА но это очень сильно повлияло поскольку на боксане наши люди пошли разновать день победы и соответственно ненамного их данные превысили фон поскольку часть приборов в негабочном состоянии а вот Камиаканда и лаборатории и соответственно IBM в штатах померили где-то 19-20 нейтрино с энергией 10-40 это первые нейтрино которые померили сверхновой и после этого люди очнулись и соответственно сделали супер Камиаканда установку которая зарегистрирует более 10-30 если она вспыхнет где-нибудь в районе нашей галактики а частота вспышек теоретически оцененная она такая ну конечно не должно быть слишком листов потому что иначе если вспыхнет скажем альфа-центавра которая на 4 то на 100 может наступить второй галактики где-то не соответственно но вероятность этого события очень на наше человечество нейтронные звезды как я уже сказал возникают в вспышках второго типа температура 30-50 МЭФ который возникает здесь это МЭФ это 10-10 степени градусов чудовищно на самом деле но поскольку энергии характерные звезде выше чем это величина то можно говорить что по крайней мере не горячей везде а достаточно плавная потому что всегда в физике нам сравнился с техникой горячей а видна вот эта звезда была видна в 1954 году визуально вот таким китайским астрономом который писал так что простирая свою персону минс я наблюдал в созвездии Твейн Куа явление звезды гости она была слегка радужного цвета согласно велению императора я почтительнейше сделал предсказание звезда гости не изменит альдебарана это означает что страна проведет великую силу как вы видите теоретика в теоретику сказал ну а пульсары были обнаружены в 1967 году аспирант Джесселин Белл и от общественности это было несколько месяцев события скрыто поскольку думали что это сигнал внеземных цивилизаций насколько периодически было излучение ну и назвали это пульсар сначала литвы но теория пульсаров что пульсар это нейтронная звезда подтвердилась тем что в 1968 году созвездия круговедной туманности и в созвездии и в созвездии парусов соответственно были обнаружены эти пульсары в X в красном районе то есть действительно не только вспыхнула сверхновая но и пульсар и что тогда период этих пульсаров оказались такими маленькими что ничем кроме очень компактного объекта звезды со размером порядка десяти километров была претензия до этого соответственно окрыватели писала что это белые карлики цивилизации но белые карлики имеют гораздо лучше размер и соответственно эти данные показали уже что это вещи опять замечательная лаборатория для всей теоретической физики поэтому очень многие известные теоретики здесь как выглядит нетронная звезда ну так это такую абстрактную картинку для любителей абстракционизма значит как она состоит из атмосферы вот здесь шестой грамм затем яда все более и более нейтронно избыточное все больше и больше а потом возникает явление типа фазой перехода первого рода жидкость газ и возникает такое такое вещество которое называется паста сейчас я скажу ну а затем нейтрон-протонно-литронно-минонное сердцевина и совсем сердцевина для отдых наиболее массивных нейтронных звезд это их зонтик который может состоять из разных решений и он для того нейронные зонные компенсаты потому что мы говорили о том что они имеют притяжение этих частиц для данного вещества соответственно выгодно их образовывать начиная с некой плотностью вещества или может быть выгодно потому что конечно что будет при увеличении плотности в десять раз или по несколько раз можно сказать только с ним траектория оптимизм ну и наконец это может быть кварковый цветной сверху с характерной щелью сверху водящей порядка 100 кроме того в последнее время обнаружены очень магнитно большим магнитным полем пульсарет это магнитаре так называемое это самое большое поле у Вселенной паста ну интересно они и сказали ван дер Варсове уравнение состояния имеется кулоновский закон и поверхностные антежеты и вот оказывается что когда мы увеличиваем возраст то сначала возникают шарики капельки кладут жидкие фазы в газоанразные фазы затем эти капельки выстраиваются в такие трубочки затем эти трубочки выстраиваются в соответственно слои и потом все повторяется относительно перевернут фаз относительно то есть здесь жидкость в газе здесь такая вот интересная картинка соответственно для данных это важно чтобы паста не имеет свойства массы очень много измерений и большинство измерений находится в области 1,4 массы поэтому очень долго думали что вообще нейтронные звёзды только в этой уровне этой массы и существуют и кроме того были экспериментальные теоретические модели которые как бы подтверждали то поскольку огромные ошибки то кажется что эти данные существенно отличаются но в последнее время появились очень точные данные на некоторые звёзды и можно сказать что звёзды разного разминутся есть самая минимальная масса и самая максимальная масса в звёзде кроме того из экспериментальных данных по тому как распределены нейтроны в тяжёлых хионерах можно сделать вывод о том как масса связана с равностью достаточно узкие пределы ошибок в пределе ошибок можно сказать о том как масса связана с равностью много разных уравнений состояния имеется теоретических но понятно почему много потому что мы плохо знаем соответственно дальше сравнивать с экспериментом ну и теперь эксперимент говорит о том что те модели которые дают максимальные массы меньше чем экспериментально наблюдаемые то есть слишком мягкие в сравнении состояния с фазовыми переходами существенными не могут не выдерживать критики надо более жесткие работы другую информацию о давлении и можно извлечь стопы тяжелых веков как давление когда эллиптические форьбы эллиптические расширения форьбы происходят как давление зависит от крылья вот если мы возьмем те кривые нейтронных звезд которые попадают в серединку этого объекта в этой области то оказывается что их масса меньше максимальная чем уже наблюдали то есть с точки зрения нейтронных звезд такие модели нужно бросить и только вот те уравнения состояния которые находятся вблизи максимуму они с точки зрения нейтронных звезд имеется взаимосвязь двух областей язерной физики существенно оказалось различным но которые дополняют в нейтронных звездах оказывается спаривание но поскольку это холодные объекты прошествия там скажем десятков лет они становятся очень холодными температуры становятся меньше мелок а затем на времена порядка тысячи лет это масштаб порядка 10-8 градусов кивина то есть она соответственно эта температура меньше чем критическая температура для спаривания и нейтроны спаривания и протоны спаривания как же это на эксперименте может отразиться а на эксперименте известно что пульсары имеют строгие периоды но иногда эти периоды сбиваются происходит сбой периода потом через некоторое время восстанавливается опять сбой через несколько лет и так далее и вот эти достаточно большие сбои периодов пульсары можно связать с тем что в этой самой звезде какая-то часть звезды оторвана от другой как бы слабо взаимодействует в другую часть если бы мы рассматривали микроскопические взаимодействия то такой бы возможности не существовало потому что трение очень быстро но если у нас звезда сверхтекучая то туда она очень плохо придает трение нормальных компонентов сверхтекучи это трение придается тем что возникает решетка обликотцевских и поскольку в нейтронной звезде плотность есть функция расстояния эта решетка дорихует поверхность а на поверхности расставлены ядра в решетку в клонус тогда эта решетка зацепляется на дефекты на в коре накапливается и в конце концов возникает землетрясение которое мы видим на земле звезды трясения которые описываются вот этим явлением сверхтекучей таким образом мы можем сказать что скорее всего мы имеем его действительно со сверхтекучими ядом или этих самых мусоров ну данные по охлаждению нейтронных звезд имеются по светильности нейтронных звезд имеются данные значит как я сказал первые 10-5 степени лет излучает нейтронная звезда нейтрин поскольку температура достаточно большая чем больше температура тем более эффективно рождается нейтрин и соответственно у них большая длинно-соводная кровь а фотоны из-за того что температуры большие они запяты совсем то есть они малоэффективны а когда температуры охладятся звезд то есть звезды будут иметь соответственно житель 10-3 10-5 10-6 и так далее или нет то начиная с 10-5 и 10-6 охлаждение идет за счет то есть это не длинная область а вот эта область а на их понимаете запускают спутник и смотрят излучение из тех областей где видны туманности то есть где вспыхнулись охлаждения там тогда есть источник некоторых местах зарегистрированы от пульса тогда направляют туда свои детекторы и меряют излучение поверхностное излучение этих нейтронных звездов далее его через теорию связывают с данными внутри о том как температура устроена внутри нейтронной звезды и считают ядерные реакции и вот вопрос как в рамках одного сценария описать разные данные а разные они настолько что чтобы описать одновременно верхний и нижний чтобы прийти от нижнего нужно где-то здесь больше чем 1000 то есть это теоретическая задача какие реакции важны но самая главная реакция это а ну потому что фазовый объем реакции меньше соответственно вероятность вероятности формирования она соответственно в 10 5 10 7 называются они прямой курка курка это опять как бы он наличием гамма который был а всех иностранцев он обманул тем что он назвал как бы unrecodable point agents и связал это с наличием казино де улка в бразилии ну так вот до сих пор иностранцы говорят что это правильное объяснение хотя в казино де улка мы тоже знаем как теряется это значит это прямой ну или дурка вот вот это процесс модифицирован любого значит он сильно зависит от уклонно-клонного взаимодействия он более менее эффективный но очень сильно зависит от уклонного взаимодействия поэтому если эти процессы не важны по каким причинам как уклонным экзотика тоже дает такого же масштаба как светильность как скажем процесс то если эти процессы по каким причинам не важны тогда не очень многое можно сказать объектом взаимодействия внутренней звезды ну и когда формируется температура становится меньше чем ну или один то возникает спаривание и возникают процессы на развале информирования и вот тогда можно описать все три группы тем что разные массы разных более плотные объекты имеют большую массу соответственно более эффективное ядерное взаимодействие и соответственно более сильные реакции а прямую слишком поэтому можно сделать ограничение сравнивая с данными что прямую лодку этой реакции нет в нейтроны звезды с массами меньше 1,5 если есть только с большим а вот эту вот прямую лодку возникает чтобы он возник нужно чтобы поскольку это была здесь ферме много нейтронов здесь ферме море нейтронов много мало разница где уже ферме огромная и соответственно процесс не может пойти на равновесие а для того чтобы он прошел нужно увеличить число которых то есть это значит что процесс процесс вот этот полукольного лодки идет только тогда когда у нас очень сильно отклоняется от нуля энергия силы вспышку сверкнул в кассиопии в созвездии кассиопии вот так красиво выглядит и данные очень точные за 10 лет и вот чтобы их описать нужно либо предположить что имеется 3 по 2 спарен с температурой не менее чем номер 5 либо имеется аномально большая низкая с температурой природности ядерного вещества вначале вот на этих временах прошедших то есть успешных данных это нейтронные звезды на этих временах еще не устаканилась одинаковая температура а начиная с больших времен уже устанавливается одинаковая температура внутри звезды и температура природности оказывается на существо вот эти новые данные тоже важны для того чтобы получить важную информацию в деле ну и наконец я заканчиваю экзотика которая может быть суперия центральных звезд это пионные колонны конденсаты которые если существуют то они понижают как и всякие бозы конденсат энергия соответственно могут быть гибридные звезды где внутренний свет это цветовой световый полотник огромный щел для спарива для нейтронов это щел порядка 0,1 а здесь может быть до станции может быть и меньше это теоретически предсказано ну и различные многие фазы ну и наконец такая гипотетическая возможность которая тоже обсуждалась скорее всего она не реализуется но что не запрещено это разрешено соответственно что если возникает пионный конденсат соответственно кваковые силы так устроены могут быть и либо другие конденсаты типа сигма они понижают энергию и они могут понизить энергию плотного ядерного вещества настолько сильно что возникнет второй стабильный мир и тогда в нашем космосе могут болтаться еще и ядра более плотные чем которые мы имеем на эксперименте но спрашивается почему мы их до сих пор не обнаружили но как мы видели в синтезе мы переходили в ядерном синтезе при образовании нашей Вселенной от легких ядерных тяжелых а здесь нужно большое уплотнение в общем эта гипотеза еще будет жить по крайней мере пока много а если бы такую ветру притащить на землю то тогда мы решили наши энергетические договоры ну и вот я завершаю поэтому давайте закончим спасибо спасибо